ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРИЯ Болтайской региональной общественной организации инвалидов Семипалатинск-Чернобыль Сергей Геннадьевич Корсаков. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Здравствуйте. Расскажите немножко свою историю. Когда вы оказались в Чернобыле? Чернобыль, правильно, Дарья, или Чернобыль? Чернобыль. Чернобыль. И что там входило в ваши функции? Ну, я принимал участие в ликвидации аварии в составе УС-605 с октября по декабрь 1986 года. То есть непосредственно на строительстве объекта укрытия саркофаг. Сергей Геннадьевич, а вот всегда возникает вопрос, были ли вы предупреждены о том, насколько это опасно, вот эта вот авария, и что это наносит большой вред здоровью? Ну, то, что это опасно, в принципе, знали все, потому что учились, офицер запаса призван на действительную воинскую службу. Все равно, вы теперь в учебе, мы понимали, что... А вы тогда были военные, да, получается? Да, я был призван на действительную воинскую службу на два года лейтенант запаса. То есть, в принципе, вы были предупреждены, да, то есть люди, что... Или все-таки вы не осознавали, ну, не только вы, вообще все у ликвидатора, насколько это действительно опасно? Ну, до конца это никто не осознавал, даже руководство, потому что медицина тем более... Потому что на момент, вот, когда позже мы общались, получается, что медицина была знакома с малыми дозами за двух рентген, это вот рентгеновская установка, все, и большими дозами за 50, там, когда лучевая. А вот среднее, оно как-то выпущено было, никто не имел статистики, что-то. А сколько там было рентген, где вот вы принимали участие? Ну, там по-разному, там все зависит от того, где был, когда был и как. Потому что вот пример характерный, я смену принимал, парень сдавал, прошли до объекта, вернулись назад, каждый по своим следам. У меня 0, совсем чуть-чуть, а у него около двух рентген доза. То есть он где-то в луч попал, там это не... А вообще это добровольно было? Ну, вы-то военные, я понимаю, но там же, называют цифру около миллиона рабочих. Вот вы, как бы, можете начать этот вопрос? Нет, на сегодняшний день, по данным, озвученным на недавней конференции в Москве, всего Чернобыль прошло порядка 800 тысяч ликвидаторов. Не считая пострадавших территорий, переселенцев, 600 тысяч из них это люди в погонах. То есть военные, призванные на специальные сборы из запаса. То есть большинство все-таки это армия. Называются страшные цифры, что за промежуток с 1986, получается, по 1991 год, погибло около 100 тысяч ликвидаторов. Ну, то есть умерли на самом деле. Это вот тоже причина того, что люди не знали, какую дозу они, так сказать, получают? Ну, дозу, какую дозу человек получил, это точно никто не знает, потому что из общения вот с ребятами, с Курчатовской экспедиции на момент аварии, да и сейчас, думаю, не очень сильно продвинулось. Процентов 30 существующих радианций приборы могли фиксировать. Только 30% улавливали, да? Да, то есть остальное? Остальное непонятно было, неизвестно. Поэтому только сейчас биологически можно как-то приблизительно дозу сказать человеку. Ну, а 100 тысяч я сейчас не готов сказать. Я знаю, что, допустим, на Алтае с 2800 ликвидаторов на сегодняшний день мы потеряли 770. Почти 3000 у нас на Алтае было, да, получается, участников? Ну, первоначально 2500. Это вот за период с 1986 по? 90. По 90 вот это. Потом они участвовали, да, уже? Ну, ликвидация взрослась, да? Ликвидация, считаю, шла 4 года, в принципе. А, она закончилась просто тогда, да? То есть основной такой активный этап, получается, да? Да, потом там уже другое. Ну, а все равно, может быть, какие-то меры принимались? Ну, вот я знаю, что алкоголь выводит, да? Ну, все мы знаем, да, алкоголь выводит. Ну, что-то еще, вот вы возвращались когда все равно. В медике что-то вам помогали как-то? Нет? Нет, в общем-то, нет. Первое время пытались йод давать, чтобы радиоактивный йод не попадал в организм. Ну, особенно вот досталось, это вот первые ребята, кто приехал туда. Пожарники потом. Ну, у нас получилось так, что в 1986 году полхимзащиты из Топчихи был поднят. И вот одни из первых ребята попали туда. В Салтаре, да, получается? Ну, 15 мая они уже были там, в Чернобыле, начинали работу. Ну, они им, уборка территорий, дезактивация, чистка крыш, ну, хорошо досталось. А вы строительством, да, занимались? Ну, я был уже призван, как попал в ВУЗ-605. Это уже непосредственно организация, которая вот строила объекты Куритиса. В сегодняшний день чернобыльцев, чем занимается ваша общественная организация? Как государство защищает их права? Ну, чернобыльское движение вообще возникло еще в период ликвидации, в 89-м году, в том числе и у нас на Алтае. Потом, с развалом СССР, вышли постановления сначала Совмета Министров СССР, потом ЦК КПСС, потом вот был призван в 91-м году, был принят закон российский о защите, социальной защите. Как-то немножко пошло на уголь, но потом поняли, что ребята все, что чернобыльские законы выполняются не совсем полностью, поэтому приходилось добиваться своих законных прав. Вот отсюда пошло движение более помитное, вот оно до сих пор сейчас продвигается. Периодически проходит информация, что каких-то льгот пытаются лишить чернобыльцев. Так ли это на самом деле и с чем это вообще связано? Как такое можно вообще допустить? Ну, в принципе, оно после принятия закона постепенно идет так, что принимаются новые законы, которые, ну... Ну, отменяют, видимо, старые, да, к сожалению? Нет, модернизируют наши льготы. Ну, как считают ребята, да и по жизни так, что не всегда это в нашу пользу. Ну, и вы все равно, наверное, отстаиваете, да, пытаясь отстаивать? Да, мы пытаемся. Я так понимаю, что они же везде, эти общественные организации, в городах, в районах, в регионах, да? Ну, да, у нас общероссийская общественная организация, СССР, Чернобыль, Россия, да, она головная в Москве, в регионах отделения, ну, и у нас тоже вот отделение. На сегодняшний день 11 отделений в крае. Не знаете, сейчас, может, какие-то законопроекты готовятся? У вас же есть наверняка представители в Госдуме, которые вас поддерживают? К сожалению, сейчас нет. Находим общий язык с властью на местах, ну, администрация края помогает, вот, в частности, сейчас хорошо помогают с проведением вот юбилейных мероприятий, это торжественное собрание будет, и митинг, шествие. Вот сертификаты недавно, по-моему, вручали. Ну, вручили пять сертификатов, это государственная программа об обеспечении ликвидаторов. Если раньше, до принятия программы, это было всяко-разно, кто через администрацию, кто через предприятие получал, после введения вот более 10 лет назад этой программы, все это немножко упорядочилось, и изменился законодательство тоже. Если раньше просто об обеспечении, то сейчас в законе изменили, что только единовременно, один раз. И Чернобыль имеет право пооспользоваться вот этой льготой. Это сертификаты на получение жилья, да? Да, это сертификат приходит. Большая очередь сейчас у вас стоит? Ну, на сегодняшний день осталось около 30, но она очередь подвижная, потому что все равно кто-то улучшает, улучшает, кто-то, кого-то не стало, кто-то, у кого-то раньше не мог встать, потому что какие-то причины были. Ну, по сегодняшнему дню сейчас вот, ну, стоят на очереди, которые 3-4 года назад стали. Раньше ждали больше 10 лет и больше. Вы не были в Чернобыле после этого? Может, каким-то образом там встречи какие-то проходили? В Чернобыле я в самом не был. Я был в 90-м году на съезде в Киеве, когда первый съезд из-за Чернобыля отдали. Больше нет. А на Алтае есть что-то, какие-то памятники, может быть, памятные знаки, которые возговечивают подвиг наших чернобыльцев? Да. Самый первый памятник был открыт в Топчихе. Там он получается хорошо. Там идет, начинается аллея с ветеранов Великой Отечественной войны, афганцы, и заканчивается чернобыльцами. А в Барнауле? Вот. В Барнауле установлен памятный камень. Ну, там проблемы с местом, с землей. Ну, он есть. Есть памятный камень Валейский, есть памятный часовня, стилизированный часовня в Руссовске, в Бийске. И самый последний, который был открыт, это в Шапуново, тоже памятник ликвидаторам. Не ликвидаторам, а лицам поддерживающихся воздействия радиации. Героям. Сергей Геннадьевич, большое спасибо вам за беседу. Главное – здоровья, удачи и до новых встреч. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был президент Алтайской региональной общественной организации инвалидов «Семипалатинск-Чернобыль» Сергей Геннадьевич Корсаков. Спасибо за внимание. До встречи.